Я на протяжении уже недели сижу и думаю, что же мне сделать, чтобы выздороветь, потому что я до сих пор болею, у меня температура, насморк, кашель и сильно болит голова. И я вспомнил то, что в детстве меня мой дедушка учил секретному рецепту зелья, которое помогает уменьшиться до размеров просто муравья. Я подумал, а что если я сейчас скрафчу вот это зелье, выпью, превращусь в муравья и вылечу себя же изнутри? Залезу в мое тело и выгоню оттуда всех этих паразитов, всю эту нечисть и наконец-то избавлюсь от таких бацилл и стану здоровым. Да, 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 хорошая идея. Этим я сейчас и займусь. Нужно сварить секретное зелье. А ты не забывай ставить лайкусик, если хочешь узнать его рецепт, если хочешь продолжение этой рубрики. Погнали, погнали! Ну что, сейчас мы с вами приготовим тот самый коктейль, то самое зелье, которое сможет нас уменьшить до размеров просто атома, чтобы я наконец-то забрал со своего тела и вылечил себя. Давайте приступим. Стаканчик. Фиганем немножко молока. Так, от души щедро. Немножечко сметанки. Вот чуть-чуть, вот столько, вот столечко. Нормально, так перемешаем, перемешаем. Банан. Бананчик можно немножко порезать. Вот так. Сойдет. Накидать немножко бананчика сюда, вот так. Оп-оп-оп-оп-оп. Покрошить так, так размять. Ну, мне кажется, вот так нормально будет. Да, вот так же самое зашибись. А вот это, это можно самому захавать, типа, ну, полезно, витамины там, знаете. Коктейль получается самое то. Потом у нас на очереди яблоко. Режем яблоко. Мы же с вами повара просто. Оп-оп-оп-оп, вот так, оп-оп-оп, потом бросаем это все сюда. Коктейль, зелье превращение, зелье, зелье. Сюда все бросаем, это тоже бросаем. И потом на очереди у нас лимон. Вот так. Режем немножко лимона, вот. И тоже все бросаем вот сюда. Опа-опа. И вот опа. И сейчас тщательно мешаем, перемешиваем. Оно не мешается, но все же. Вот, наше зелье превращение готово. Как видите, тут у нас есть ложечка ненужная нам, лимончик, яблочко, сметана, молоко. И секретный ингредиент, который я вам не скажу. Сейчас это все нужно салпом выпить, просто сразу же. Я превращусь в маленькую. Поехали. И че? Так. Я... Едрить-холотить, я стал маленьким! Так, фу, вы прикиньте, у меня получилось сделать зелье превращения обычного человека в липута! Так, фу, то есть я сейчас нахожусь в мире атомов... А что тут, что тут, что тут, что тут? Па-па-па-па! Так, я ещё и смог отделиться от своего тела, о-о-о-о, вы вообще не представляете, каких делов мы с вами сейчас намутим! Так, я болею, это моё тело, мне нужно, а, выгнать из себя вот эту заразу, которая способствует насморку, кашлю и прочему, и мне нужно вылечить как-то своё тело! Так, не зря, не зря я в 8 лет учился на хирурга! Так, что у нас тут есть? Скальпель, кирка и меч, мне кажется, всё это на самом деле мне пригодится, потому что много всякой заразы обитает в моём организме, как я понимаю, в первую очередь мы с тобой, наверное, начнём с носа, потому что... У меня там много паразитов в данный момент, и всех их надо просто... Чтоб Эдисон больше не болел! Поэтому, отправляемся вниз... Это моё тело, нифига себе оно огромное! Вы только представьте, как же я это смог сделать? Превратиться в такого маленького, ещё и делиться от своего тела, чтобы излечить себя! Фух, так, хорошо, мне нужно забраться на нос, давайте мы заберёмся сначала! Эх, простроимся туда! И, наверное, нужно зайти вот сюда, краски через нос! Все эти блоки я потом верну, я потом верну себе обратно, но в первую очередь нужно понять, что же там у меня не так, и почему же я болею уже на протяжении двух недель с температурой и с насморком! А-а-а, вот оно шо! Вы только посмотрите на мои стенки, они все, в принципе, покрыты вот этой зелёной слизью противной! Так там ещё и паразиты, мать вашу! Так, ладно, мне кажется, мне нужно потихонечку туда как-то спускаться, потому что, если я сразу туда упаду, то эти все паразиты... Собаки меня сразу убьют, поэтому... Ай, твою мать! Заразы, заразы, зажали меня! Заразы, заразы, заразы! Твою мать! Вот смотрите, какие собаки, а! Они чуть меня не убили! Заразы проклятые! А, ещё и потемнело, вообще, зашибись просто, зашибись! Я ничего не вижу! Идите сюда! Давайте по одному, давайте вы по одному... Вы понимаете, что мне потом ещё... Они меня отсюда даже достают! Как вы это делаете, собаки, а? Ладно, давайте! Мы с вами сразимся сейчас! Так, ладно, ладно, я поспешил, 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 поспешил! Смотрите, они даже меня тут достают! Гниды! 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 Болеет Эдисон из-за этих паразитов проклятых! На-те! На-те! На! Минус один! Вот сейчас я спущусь и всех вас раскидаю! На! Собака! На! На! Минус! Минус! Наконец-то я справился! Наконец-то я с этими заразами справился! Можно, пожалуйста, там день включить? Пожалуйста! О, спасибо, я не знаю, кто это сделал, но, пасс! Выс... Вы... Вы это слышите? Вы понимаете, что я сейчас нахожусь как бы в своей голове? Вы... Вы слышите вот это? Присушайтесь! Не-не-не! Стопэ! Стопэ, муми... Стопзе мюзик! Это моей голове сейчас играет? Не, я... Я вам зуб свой даю, я такое не слышу! Я вообще не слушаю такое. Почему это вообще играет в моей голове сейчас? Ладно, не важно. Это, наверное, какие-то побочные эффекты от зелья. Мне просто слышится, наверное, эта музыка, эта песня. Поэтому я, наверное, слышу всякие проклятые звуки. Так. Ребята, на самом деле всё очень даже хорошо. Потому что, смотрите, мы сейчас с вами излечим всю мою носовую полость. Можно так сказать, как видите. Я, наверное, уже больше после этого болеть не буду. Замечательно. Поэтому, мне кажется, можно даже отсюда уже выбираться. Главное сейчас мне восстановить лицо. Потому что, ну, лицо у меня немножко, ну... Болеет, болеет. В данном случае лицо у меня сейчас очень болеет. Поэтому давайте мы сделаем вот так. А, всё на самом деле. Всё, я восстановил. Вот ещё. Можно там, пожалуйста, дождик выключить, а? О, спасибо. Я не знаю, кто это всё делает. Но, вы видите, я кого-то прошу вот там сверху. И мне это всё делают. Хорошо. Смотрите. Опа, чё тут такое? Вот это, мне кажется, тоже можно залатать. Но у меня блока нужно... А, вот блока. В первую очередь мы с вами справились. Мы вылечили мой насморк. Я надеюсь, что скоро он уже пройдёт. Во вторую очередь... Как бы это печально не звучало. У меня очень болит сердечко. Оно разрывается на кусочки. Поэтому давайте мы с вами посмотрим, что же такое происходит с моим сердечком. И почему мне так плохо в последнее время. Давайте мы посмотрим. Может, у меня сердечко тоже болеет? Я не знаю. Не зря же я превратился в мелкого. Мне кажется, если я уже мелкий, то можно посмотреть все мои проблемы. Вы вообще вот это видите? Вы понимаете, что у меня чёрное сердце? Знаете, что означает чёрное сердце? Нет, я не хочу, чтобы у меня было чёрное сердце. Я вообще не хочу, чтобы оно такое было. Ребята, всё это, наверное, сейчас будет зависеть от вас. Честно вам скажу. Чёрное сердце это очень плохо. И знаете, почему оно чёрное? Потому что, наверное, всё же ему не хватает какой-то любви. Давайте, знаете, что мы сделаем? Давайте мы, дружечка, в комментариях с вами отправим подному сердечку. Кто с телефона, отправляете прямиком сразу сердечко. А кто с компьютера, пишите меньше, чем три. И давайте, чтобы у нас не было вот такого чёрного сердечка, как было. Давайте мы сделаем так, чтобы у Эдисона снова было красное вот такое сердечко. Здоровое. И наполненное любви к вам. А ваша любовь как раз таки была адресована мне. Микасы, я тогда намного лучше начну себя чувствовать. Поэтому давайте мы как раз таки сделаем. Каждый должен проявить свою любовь в комментариях. Поэтому отправляйте сердечки, ребята. Я надеюсь то, что моё сердечко излечится. Сейчас мы будем это всё закрывать. Вот так. Давайте, давайте пофигу. Вот так сделаем, мне кажется. Не принципиально, если у меня немного рубашка испортится. Хотя, хотя нет, всё же принципиально. Поэтому давайте мы сделаем вот так. И... Да, ладно, пофигу, в любом случае. Так, я уже думал, что я полностью исцелился. Что это за звуки? Так, прислушайтесь. Егисон лох. Сам ты лох. Сам ты лох. Кто это? Это откуда-то снизу. Где? Вы это тоже? Давайте ещё. Не, вот тут ничего нет возле этой стенки. А вот тут? Вот тут. Так, что за хрень тут происходит? Твою матушку за... Хейтеры поганые. А хейтеры тоже нашли зелье. Они... Заколебали стреляться. Хейтеры, давайте жить друг... Дружно, твою мать! А, вот оно что. Вот почему Эдисон болеет. Потому что хейтеры также нашли формулу этого зелья превращения. Также стали маленькими. И также залезли в моё тело. И вот эта инфекция. Вот откуда все эти болячки идут. От хейтеров, проклятых. Они ещё и стреляются. Да хватит успокоиться. Ладно. Ладно, зараза. Я ещё вернусь. Вы не знаете, вы не знаете. Но я там припрятал ещё один сундучок. Ещё один секретный сундучок. Это не один сундучок, который у меня был. Не-не-не-не-не-не-не-не. Сейчас вам покажу то, что я тут припрятал ещё один сундук. Вот тут. С луком. С стрелами. И гранаткой. На всякий так случай. Знаете, ну гранаткой лично не бывает. Поэтому, если они меня туда не пропускают. Если они думают, что они такие крутые. Они там забаррикадировались. Поэтому, если я им сейчас устрою перестрелку, мать вашу. Этого вы точно ожидать не будете. Ну шо, зараза! Хейтеры, прокладывайте. Вот из-за кого я болею. Да, вот из-за кого я болею. А если я гранатку вам кидану туда? Ловите! Тихо, 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 Этичка. Тихо, не умирай. Минус четыре хейтера одним взрывом. А, 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 а! Ой. Я чувствую, да. Мне уже легче становится. Сердечко мы с вами излечили, я надеюсь. Потому что это зависит только от вас, если мы его излечим. Хейтеров мы убили, которые также забрали с моего тела. И вот откуда все инфекции пошли. И также нос мы мой излечили. Поэтому насморка больше не должно быть. Просто дастиш-фантастиш, можно так сказать. Идеально просто, просто идеально. Сейчас, мне кажется, можно даже отсюда выбираться. Залатаем это все. Все залатано. Я надеюсь, что там больше ничего не взорвалось. Никаких пробоин нет. Мне кажется, просто идеально. Просто идеально. Эдисон сейчас будет как новенький. Я надеюсь. Ну, в любом случае, всегда знайте то, что все зависит только от вашей поддержки. То, что мое самочувствие... Мое желание записывать ролики всегда зависит только от вас. Фух, слушайте. Я даже не думал, что я когда-нибудь опять начну записывать операции в Майнкрафте. Но ты понимаешь, что мне это нужно было. Ну, потому что я уже болею вторую или третью неделю. Мне просто нужно было себя излечить. Я надеюсь, что после этой серии операций мне станет намного легче. Фух. Но так же все зависит от тебя, как я сказал. Сделаем так. Если ты хочешь продолжения, а если ты... О, господи. У меня в подбородке стрела, вытащите, пожалуйста. Ты... Закребай. Если ты хочешь продолжения, если ты хочешь, чтобы я... Чтобы я эту лошадку сейчас не убил. Я ее держу на мушке прицела. Ой. И сорян, я не хотел. Да, ну ты пока да. Можешь пастись тут, можешь кушать травку. До поры до времени. Хе-хе-хе. Ну, ладно. Ставь лайкусик под этот ролик, если хочешь продолжения. И что самое главное, напиши в комментарии. Нравится ли ей эта рубрика тебе, которую я записал 3 года назад. И сейчас ты решил записать еще одну такую пробную серию. В надежде то, что... Может, да тебе и понравится. Лайкусик. Комментутусик. Подписусик. Колоколькусик. Не забывай все это делать. И... Мне кажется, то, что мне еще намного лучше станет, если ты подпишешься на мой канал. И обязательно нажмешь на колокольчик. Потому что... Те, кто подписались и те, кто нажали на колокольчик. Они всегда в первую же секунду получают уведомления, когда у меня выходят новые ролики. Когда я запускаю стрим. Поэтому ты можешь быть первым из тех, кто пишет... Первый! Я первый посмотрел ролики! Я первый посмотрел! Так что не упусти такую возможность! Ну что? Сейчас мы с тобой будем заканчивать. Я надеюсь, что ты все же захочешь продолжения. Я на этом тебе скажу огромное спасибо. Удачи! И пока! Встретимся в следующей серии. Я надеюсь, что у нас все же будет. А я пошел дальше варить себе зелье. Потому что нельзя таким маленьким оставаться. Нужно превратиться в обычного человека. И пойти дальше делать свои дела. Ну-ка... Брр... Так не делал бы! Я не хочу лилипутом быть! Сейчас приду! Субтитры сделал DimaTorzok